Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GamerusTV и добро пожаловать в новое видео. Прошло буквально четыре дня с момента выхода рынка в бета-тестирование и настало время записать мой второй видос после первого взгляда, где я уже помониторил рынок, в принципе посмотрел какие есть цены и закупил очень много предметов в свой инвентарь. К сожалению, вкладочка с транзакциями не доработана, она периодически лагает, сейчас вообще не отображаются транзакции, потому что сервера перегружены, сейчас с входом на бету огромные проблемы, то есть если у вас iOS мест на бете уже нет и новых игроков не пускает, к сожалению. Прикольно, у меня получается отлагала вот эта история транзакций, вернее как отлагала. Старые транзакции у меня пропали и новые появились. Не знаю, работает это как-то очень странно, у меня длительное время здесь были транзакции, которые были совершены мной в первый день. И сейчас вот эта транзакция, насколько я понимаю, за вчерашний день, когда я на стриме сливал своим подписчикам различные скинчики, вот вы видите, от дешевых там на P250 до различных ножей и так далее. Все вот это вот я сливал вам на стримах, последние три дня я активно стримил, по пять, по шесть, по семь часов. Если вы хотите залутать какую-то халяву, то обязательно залетайте на мои прямые трансляции, пока что они проходят каждый день. Я не знаю, будет ли стрим сегодня, потому что я обычно не делаю видосы стрим в один день. Но давайте с вами договоримся, если этот видос набирает сто лайков за первые два часа с момента его публикации, то я запускаю для вас вечером еще одну прямую трансляцию, уже четвертую подряд, где также буду раздавать вам различные ножи шестого, седьмого тира, различные скинчики. Плюс мы еще открываем премиумы, которые у меня в огромном количестве есть на аккаунты и все, что с них топовое падает, я также вам отдаю на розыгрыш. В общем-то, как-то так. Ну и помимо этого, если вы не хотите упускать халяву, которая раздается вне стримов, то обязательно подписывайтесь на дискорд сервер и на группу во вконтакте, потому что за предыдущие дни там тоже публиковались различные розыгрыши для участников. Поэтому, если вы не хотите упускать свой шанс, обязательно присоединяйтесь. Ссылочки будут как в описании, так и в закрепленном комментарии под видео. Ну а сегодня в этом видосе я хочу вам продемонстрировать, что вообще я накупил за эти дни, по каким ценам. И мы с вами посмотрим вообще, как все эти скинчики смотрятся в катках. Я вам выскажу свое мнение по этому поводу и посмотрим, вообще окупился я или не окупился. Потому что, ну, с какими-то скинами у меня удалось купить прям очень выгодно. За какие-то скины я, к сожалению, переплатил. В общем-то, сегодня вам все это дело покажу и расскажу. Первый скинчик, который я купил после выхода моего видоса уже, это был вот этот тактул Sven Song. Купил я его за 4 тысячи. На тот момент мне показалось, что это достаточно хорошая цена. Вообще этот тактул мне предлагал купить Дэн за 15 тысяч. Я вот дождался, пока он появится за 4 и, в принципе, не задумываясь, его взял. В коллекции у меня его не было. Вот так он, в принципе, смотрится. Я к нему вот такие вот перчаточки подобрал. Ну, в принципе, неплохо. Хотя мне этот тактул особо не нужен. По цене, что могу сказать? По цене я его, к сожалению говоря, купил дорого, переплатил. Ну, вы сами видите, сейчас он продается примерно по 1600, но ничего не поделаешь. В принципе, я не особо жалею. Дальше я купил, получается, вот такой вот гаечный ключ с хэллоуинского ивента за 2500. Покупал я его с телефона. Вы сами можете видеть, разрешение немножко другое. Вот такие вот перчаточки к нему подобрал. В принципе, ключ неплохой. Я себе давно его хотел. И купил я его достаточно выгодно, потому что сейчас он стоит 3200. Ну, цена не сильно отличается, но, как я считаю, покупка выгодная. Дальше у нас был вот такой вот топорик-микс из Springfair коллекции. Купил я его за 4 375, если я не ошибаюсь. Подобрал к нему вот такие перчатки. Вчера на стриме я вам этот сет показывал. Не знаю, ничего лучше я к этому ножу подобрать не смог. Ну, как по мне, в принципе, неплохо. За него я прям так конкретно переплатил. Стоит он сейчас 2200 на рынке. По сути, заплатил две цены. Но, в принципе, ладно. Вот зато вот эта покупка была супер выгодной. Чтобы вы понимали, я эти перчи урвал за 6500. Они были в единственном экземпляре тогда на рынке. Я прям нарадоваться не мог, на самом деле, своей удаче. Хоть эти перчи не особо прикольные, кстати, вот как по мне, они хорошо сочетаются как раз таки вот с этим гаечным ключом. Сами перчи мне не особо зашли, но вы просто посмотрите, насколько я их выгодно взял. Сейчас на рынке стоит одно приложение 35000 и средняя цена на них варьируется где-то от 20 до 25. То есть покупка прям супер выгодная, поэтому я доволен. Дальше вот TechTool Bandit был за 1200. Это, на самом деле, за него переплата, потому что TechTool не очень. Да и, в принципе, все ножи с паса они падают и будут падать со временем. Вот, как вы видите, сейчас он стоит 550. Я за него переплатил, но, в принципе, пофиг. Кредитов у меня много. Какие-то такие переплаты я уж переживу. Дальше я забрал вот такой вот меч с кейса Power of Justice за 4 косаря. На другом аккаунте он мне падал. На основе, ну, или, вернее, на моем основном смурфе у меня его не было. И, как по мне, он идеально подходит как раз таки в сете с нанокарбонами. Смотрится очень даже сочно. Ну, сейчас на него ценовая политика примерно такая же, поэтому можно сказать, что я его купил, ну, примерно по средней цене, какая она и есть сейчас. Дальше я купил, получается, вот такой вот ремикс Purple Damascus из Critical Pass за 2500. Ремикс красивый. Я, в принципе, все старался покупать достаточно по адекватным ценам. Ну, как вы видите, сейчас цена на этот ремикс даже выросла, несмотря на то, что он спас. Дальше, в принципе, был вот такой вот ключик. За 6500, по-моему, я его взял. Тоже достаточно красивый, из Хэллоуин коллекции. Я к нему ничего лучше вот этих вот перчаток с тигром не подобрал. Тяжело вообще было к нему что-то подобрать в сетик. И ключ этот, конечно, очень сильно подешевел. Поторопился я с его покупкой, но, знаете, здесь не угадаешь, потому что цены сейчас нестабильны, скачут туда-сюда, поэтому делал такое. Вот эти вот перчатки я купил прям супер выгодно за 10000 Power Gloves. Я их себе очень хотел. Они просто офигенно сочетаются в сете с бабочкой Амур. Вот вы сейчас на экране можете видеть. Просто офигенное сочетание, как по мне. Я себе очень хотел эти перчи. Они были у меня вторые по приоритету. И вот вы сейчас увидите, насколько же я их выгодно взял. Я их мог взять вообще за 8000, но я не успел. Сейчас на них цена от 33 и выше. И в целом средняя цена выше 20. Я считаю, эти перчи я супер выгодно урвал. Поэтому с перчатками у меня прям хорошо пошло. Что первые пары, вот эти Mainframe, что вот эти перчи я прям супер выгодно урвал. Дальше Kerambit Ink Drop за 3000. В принципе, все ножи Спаса я покупал в пределах 2-3 тысяч. Старался ждать именно этой стоимости. В принципе, Kerambit неплохо с нанокарбонами сочетается. Ну и сейчас на него цена даже чуть выросла. Ну, в принципе, это плюс-минус одно и то же. Поэтому да, в принципе, такая средняя цена. Дальше вот был получается Kukri Waves, который я за 3000 взял. На него свое время, когда рынок только вышел, цена вообще была по 12-15 стабильная. Поэтому, когда я увидел за 3000, подумал, что это прям подарочная цена и не задумываясь взял. К нему я особо перчаток не подобрал, кроме вот этих. Сочетание не идеальное, но какое есть. Ну и сам нож, на самом деле, мне не особо зашел. Я думал, он будет смотреться поинтереснее. Ну и сейчас на него цена даже выросла. Сейчас она 5000, поэтому 3 косаря действительно была за него прям сочная цена. Дальше у нас получается идет вот такой топорик Acid Rain. За 4000 я его взял. На самом деле, этот топорик я себе очень давно хотел. Он офигенный. В сет я подобрал вот такие вот перчатки North Wind. По-моему, смотрится достаточно неплохо, красиво, мне нравится. Я не знаю, почему этот топорик подешевел. На мой взгляд, не заслуженно, но теперь он стоит 2750. Переплатил я за него, к сожалению, но что поделать. Получается, дальше у нас идет Kerambit Bitten. За 3 косаря ровно, по-моему, я его взял. В принципе, он неплохо вот с этими. С перчами сочетается Target Lock, по-моему, перчи называются, если не ошибаюсь, с рулетки. Неплохо. Сейчас он стоит примерно столько же. Ну то есть, что Ink Drop, что Bitten в целом стоит 3к, и цена на них стабильная. Дальше я взял вот этот вот Tectool за 4500 конъюнктивиктус. Я даже, если честно, забыл в моменте, что у меня его не хватает, потом такой смотрю, надо его брать. Подобрал вот эти вот розовые перчи, тоже с глазами, по-моему, прикольно. Но Tectool максимально дешевый, в принципе, это оправдано, потому что, ну, Tectool оставляет желать лучшего, чисто по внешнему виду своему. Топорик Baronial, тоже интересная история с ним, я про него вообще забыл. Я думал, что он у меня есть на аккаунте. Поэтому смотрю, за 800 продается, думаю, почему бы не взять. Он, как по мне, кстати, неплохо сочетается вот с новыми перчатками вот этими power gloves. Сейчас, ну, сейчас на него цена примерно такая же, там, 700, 800, 900, так что, ну, по адекватной цене, в общем-то, взял. Вот с этим Kerambit'ом интересная история. Взял я его за 8750, цена на него была очень долгое время 15-20. К слову, Kerambit мне это не особо нравится, я за него не хотел переплачивать. В сет я к нему толком ничего не смог подобрать. И, как вы видите, я за него все-таки переплатил. Сейчас цена дешевле, но очень долгое время она не падала, была в районе 15, поэтому за 8750 я решил взять, не смог удержаться. Вот на эту бабочку тоже цены были разные, я ее взял за 8000. В принципе, мне эта бабочка никогда особо не заходила, но это единственная бабочка, если мы не берем бабочку за чемпионство на World, за которой мне не хватало для коллекции до фула. Поэтому я ее взял. В принципе, за 8к это была выгодная цена, сейчас она девятку стоит. Ну, бабочки, они, в принципе, все дорогие, потому что нож в игре очень популярный. Вот этот гаечный ключ долгое время висел за 6000, я его не брал. Потом на утро просыпаюсь, вижу цену 3330 и решил его забрать. В принципе, ключ такой себе не особо красивый, цена на него даже еще подешевела. Ну, в принципе, я считаю, что взял его за адекватную цену плюс-минус. Вот этот вот Kerambit долгое время стоил восьмерку-десятку, взял его за 5500. Мне он никогда особо не нравился. Ну, такой себе. В принципе, с нано-карбонами хорошо сочетается. Ну, к нему, вернее, к этим перчаткам любые деф-ножи без скина хорошо подходят. И, в принципе, этот Kerambit, как вы видите, даже подорожал на 7400. Вот, дальше идет вот этот вот топорик. Я себе его очень хотел. Топорик из Black Metal коллекции. Долго сомневался, брать за 9 или ждать, пока подешевеет, но все-таки не смог удержаться и решил взять. Цена на этот топорик долгое время как раз-таки была 1015. Поэтому за 9000 взял. В принципе, не жалею. Топорик мне понравился. Также хорошо будет сочетаться, что с нано-карбонами, что вот с этими Target Lock'ами. Топорик топовый. В целом, на него цена сейчас плюс-минус такая же. Местами цена была 8000. Но, в целом, я взял его по адекватному прайсу. Дальше у нас идет ключик, гаечный ключ, вернее, газовый ключ Manhunt. Я его взял за 6250. Этот ключ выставил мой подписчик. Он меня под роликом попросил его купить, поэтому я подумал, почему нет. У меня его в коллекции нет, цена адекватная. Ну и плюс, как бы сделать подписчику приятное самое то. Сейчас этот ключ стоит в районе девятки, так что цена действительно была выгодной. Дальше у нас идет вот этот вот ремикс Mainframe Zero, который очень долгое время стоял по оверу на рынке за 15-20. Я не хотел его покупать. И тут буквально вчера появилось предложение за 8000. Я подумал, что вряд ли он упадет еще ниже. Ну и даже если упадет, в принципе, я жалеть не буду. Решил его забрать. Хоть ремикс и оставляет желать лучшего в плане своего, так скажем, визуальной составляющей своей, но для коллекции мне нужно было его купить. Сейчас на него цена в районе 12, поэтому за 8, я считаю, вполне хорошая цена. Вряд ли он упадет еще ниже. И получается последний лот на сегодня у нас будут перчатки, вот эти вот Blood Night. Я их тоже мониторил очень-очень долго. Цена на них постоянно была то 15, то 20, то 10, то 11. Я дождался минимальной цены, которую смог найти 8700. В принципе, вчера ночью цена на них была 8000. Я немножечко переплатил, но не жалею. Ладно, купил и купил. Я думаю, что цена на них сильно падать не будет. Сейчас цена 10 тысяч, поэтому в целом 8700 – это адекватный прайс, как по мне. В общем-то, ребята, как-то так получилось. Все эти покупки я записывал на протяжении четырех дней. Цены, понятно, постоянно меняются, варьируются. До сих пор нет никакой стабильности. Помимо этого, кстати, то, чего я не показал в рейке, я еще купил несколько анимаций. Но почему я не стал показывать, потому что все топовые анимации, которые сейчас на рынке стоят дорого, они все у меня были. Мне не хватало буквально там анимаций, осмотр на P90, всякая вот такая шляпа, которая стоит дешево, и как-то не особо мне хотелось даже ее показывать, если честно. В целом, я все купил по адекватным ценам, ни за что особо много не переплачивал, поэтому, ну, как-то не захотелось занимать ваше время. И помимо этого, также купил два скина на агента. Вот этот скин я купил за 700, он сейчас столько и стоит. И вот этот вот скинчик я купил за 400, сейчас он стоит косарь, так что я его взял, в принципе, выгодно. Поэтому как-то так, вот что у меня получилось по покупкам. Если кому-то будет не впадлу, можете посчитать примерно, окупился я или не окупился, насколько выгодно все это купил. Но на мой взгляд, вот эти две пары перчаток, которые Power Gloves и Mainframe One, за счет них я прям в жесткий такой плюс вышел, потому что их я купил прям супер-супер выгодно. Вот, как-то так, в принципе, на рынке сидеть интересно. Первые два дня я мониторил супер активно, сейчас уже пореже, уже как-то и азарт не тот, и сил все-таки немного, потому что каждодневные стримы на самом деле выматывают, я не высыпаюсь. Вот, поэтому и видос вышел достаточно поздновато, я планировал его опубликовать пару дней назад. Поэтому как-то так, очень надеюсь, что видосик вам понравился, что вы поставите лайк, подпишитесь на канал, напишите вообще в комментариях, как вам подобный формат. Я, ну, как бы в подобном жанре видос еще не записывал. Получается, в целом, сегодняшний видос, он такой с озвучкой, где я вам просто рассказываю, что и как я покупал. Конечно, в дальнейшем такие видосы именно такого масштаба вряд ли будут, потому что огромное количество скинов я урвал, порядка 25 седьмых тиров, там, я выформил себе фулл анимации, поэтому, ну, не так много скинов, в общем-то, мне осталось, вряд ли еще прям такие масштабные видосы с закупкой будут. Но, тем не менее, мне хотелось бы, чтобы вы написали в комментариях, какие конкретно видосы по рынку вам интересны. Я 100% буду записывать видосы по сборке инвентарей в различных цветах за разный бюджет. Это у меня много кто просил, и, в принципе, я сам хочу такие видосы снимать. Раньше я записывал, у меня была рубрика сетапов, сейчас она будет переработана немножко в другом амплуа, так скажем. Но я думаю, что это будет полезно и интересно, и все-таки за скины я шарю, много чем смогу помочь и кому-то подсказать, как мне кажется. Плюс будет много различных других видосов, связанных с рынком, но мне хотелось бы, чтобы вы написали именно ваши идеи, что бы вы хотели видеть, и, возможно, какие-то ваши идеи перерастут в новую рубрику у меня на канале. В общем-то, как-то так. Еще раз не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, на дискорд-сервер, на ВК, для того, чтобы халяву не пропускать. Ну и давайте попробуем на этом видосе набрать 100 лайков за два часа, и тогда сегодня запущу еще одну прямую трансляцию. Все будет зависеть от вашего актива. Чем больше лайков, чем больше подписок, чем больше комментариев, соответственно, тем чаще будут и раздачи, и видосы, и стримы. В общем-то, пока вам нравится, пока вы поддерживаете, я готов работать на износ и публиковать для вас контент максимально часто ежедневно. Всем спасибо за просмотр. Надолго с вами не прощаюсь. Увидимся с вами на новом стриме, который будет возможно сегодня. Все зависит от вас. Всем удачи, друзья!